Дорогие друзья, команда Hanover Life Esports из Кореи забирает первую победу у команды Beyond Gaming и посмотрим, будут ли Бионы как-то менять драфтец. Возможно, та же сторону, может быть, на красную переключиться для какого-то контр-пика Чови, либо для комфортного матчапа, или же все останется на своих местах, и будут ли также они пикать Лисина на первой. Но, с другой стороны, знаешь, пикать АДшника смысла не имеет, потому что Офелий плюс Мисс Фортуна плюс Изреаль все открыто. То есть, размен хороший, вас устраивает, как минимум одного из двух сильных и агрессивных АДшников, искельщих АДшников, хорошо, можете забрать для Дога. Мы не замкнутые, либо АМФ-кой, либо Изреаль, потому что я децент в блокировке, так что в этом плане проблем никаких у них нет. Либо стиль игры поменять, то есть, если вчера Хуша очень много уделял нижней линии, то сегодня он как-то Лианка пытался на центре подковерить, помочь, запушить. Но особо это, кстати, успеха никакого, знаешь... Да нет, 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 ну, ребят, как бы нужно играть... А кто еще пришел? Ну, камон! Нужно играть от своей сильной стороны, а не пытаться закрыть сильную сторону соперника, да? Можно сколько угодно бейбисить и Чови. Один на один его все равно никто не переиграет. Мне очень жаль это говорить, и я знаю, что комментаторы должны избегать таких абсолютных терминов. Но Чови самый сильный игрок из той десятки, которая присутствует сейчас на ущелье призывателей. Поэтому оставьте Чови в покое, и, пожалуйста, инвестируйте все в Дога. Может быть, тогда получится хоть какой-то файт навязать, хоть в каком-то тимфайте Дога, может, просто перестреляет своего оппонента. Потому что Чови, скорее всего, будет играть не на контрольной магии, Чови, скорее всего, будет играть на милишнике. В принципе, защитить Адыкерия от милишника можно, да? То есть, инструменты-то для этого есть. Представим себе, да, драфт, где у тебя и Лисин, и Трэш. Да, там, Лисин, если будет не пытаться кикать кого-то в свою команду, а просто рядом с Афелием играть, да, условно, там, Ирелию отбросить. Трэш там позволит репозиционироваться, и тогда, может быть, получится что-то сделать. Но и Дога тоже нужно чуть-чуть больше постараться, потому что вот такие вот, такая вот агрессивная игра, такие фейсчеки, как вот он делает в этой игре, да, в первой, где его ловят вместе с Трэшом. И в итоге команда форсит барона и еще два убийства сверху получает. И внезапно голд лид, то есть преимущество по золоту увеличивается в два раза. Такое тоже нельзя допускать. Особенно, когда, по сути, все яйца команды Бионгейминг находятся в корзине под названием Дога. То есть в этом плане, если у Дога что-то не идет, то как бы на этом заканчивается игра очень быстро. Мне это подсказывает сразу же, что Бионгейминг выбрали красную сторону, так что действительно какие-то изменения в драфте у нас будут. Посмотрим, насколько это поможет законтрить того же Чови, потому что мне кажется, что не поможет совсем. Ну, как минимум, как минимум, знаешь, вы увидите все пики команды Ханвелай. И у вас будет один контрпик. А, и кстати, они еще могут посмотреть как раз таки в первой стадии. То есть они будут закрывать первые три пика. Если там будет Леона ранее, допустим, с Мисс Фортуной, то вполне себе можно и Орна взять. Так бы, если бы они взяли Орна на синей стороне, ответили бы просто Браумом и все. А после того, как Леона была пикнута команда Ханвелай, там уже баны пошли, и Орн был банен. То есть такие мини-опции появляются. Звучит это, конечно, вкусно. А потом ты видишь этих ребят в бело-оранжевой форме, и ты понимаешь, что на самом деле ничего здесь не может и не помочь. Но мало ли, мало ли, да, вот думаешь, что шансов нет. А сейчас Батспорн выкатывается, а Фили три слота свои дофармит до того, как преимущество будет шесть кусков, и все. И перевернут эту игру. Посмотрим, посмотрим. Ждем драфта. Ждем драфта, ждем изменений в пиках и банах, и возможно, что-то получится. Команды Байонгейминг, Бион, против Ханвы. Чови у нас сыграл игру на 3D мире, после этого ушел, так сказать, солдатами управлять. Показывает, ребята, смотрите, вот так нужно двигаться. Вот видите, солдата ставлю, вот я должен здесь стоять. А в первой же карте против Бионов он у нас выкатывает Фиору. Но он видел двух милишников на сайдах. В частности, Гвен и Триндамира. Теперь-то он не будет видеть, против кого он будет играть. А Либоланы ему банили. Просто на Ассасине не поиграть. Но есть и другие Ассасины, так-то. Тем более у нас в Мете есть флексовые Кианы, Зеды, Талоны. И плюс, ко всему, надо помнить, что это Чови. Да, это молодой человек, который обладает чемпионом пулом в 20-30 героев, которых он может выкатывать на самом высоком уровне. Я не думаю, что если честно, что Чови это серьезно как-то заденет, то, что он не видит своих противников. Но вполне возможно, что он просто Триндамира в блайн заберет и скажет делать, что хотите. Вполне себе. Вполне себе может такое и произойти. Если его раньше не заберут в Бионгейме. Такой вариант тоже есть. Но ответы имеются, если что. И опять-таки Чови, увидев Триндамира, вполне может опять фиор пикнуть просто и все. Потрошитель Триндамир пока ничем особо не удивляет, кстати. Ни в руках Чови, ни в руках Лианка, честно говоря. Самый яркий был, это кто у нас? Из Red Canyon кто-то взял? В последнем матче Триндамир появился. А, это когда у нас ничего не решающий матч был за третью строчку между Пис и Red Canyon. Да, и там как раз-таки австралийцы выкатывали. Там что-то 7-0 был этот Триндамир. С силой шторма. И вот это был самый яркий Триндамир, по сути. И в плане у киллов, и в плане сборки. Но ладно, дорогие друзья, у нас начинается вторая катка. Точнее, вторая катка пока не решается. Триндамир, стадия пиков и банов у нас начинается. И Люциан все так же. И Ксинжао все так же от команды Hanvalife банится. Не смотря на то, что они сторону сменили. И Релия, вот и новое изменение появляется у Бионгейминга. Они закрывают и Релию. Либлан. Вот, кстати, и Релия была хорошим первым пиком для команды Hanvalife. Потому что и Морган, и Човик как раз могут откатать. Мы видели пока только от Моргана дважды. Против ЛНЖ сейчас. И сейчас как раз-таки против Бион. И Релия не будет. И три бана у команды Hanvalife все так же сохраняются. Единственное изменение это только Ирелия. Команда Бион появляется в бане. И Киану закрывает все так же. Пока получается из семи игр в плей-офф все семь. Она находится в блокировке. И Лисина забирает для себя команду Hanvalife. Окей, отобрали Лисинчика у Хуши. Если что у нас, да? Ксена забанили. Так что вот этот вот стандартный такой лесной матчап уже не будет. Но при этом остались открыты у нас АП Лисники. Такие как Талия. Есть еще там Талон. И судя по всему, именно Талон будет первым пиком для Бионгейминг. Окей. Осталось только, так сказать, убедиться, что этот Талон на карте себя найдет. Потому что, как мы уже с тобой обсуждали, да? Талон это такой, это пик группы B. В группе A его игнорировали целиком и полностью. Он как будто из инвиза не вышел. И Дога у нас будет играть на Мисс Фортуне. При том, что Офелия открыт. И Дрейвен открыт. Но будет все-таки Мисс Фортуна. А, нет, не будет Мисс Фортуны. Будет Леона. Да, решили немножко тоже побайтить, помазить. Но было бы странно. Значит, раз бы взяли ММФ-ку, получили бы опять Леону. При этом еще Лисин, который может эту ММФ-ку кикит. По опасней ситуации становится. В плане позиционки. Но все-таки забирают ММФ-ку и... Ой, из ММФ-ки, извините. Все, поплыл. Опять старый уже, извините. Леона появляется, а ММФ-ку в Ханва Лайф для себя будут забирать. Или не будут, пока у нас, так сказать, отключение идет. Реконнект. Или, может быть, Файк это ребродкаст? Может быть, это повтор? Я думаю, что там дальше небольшой такой когнитивный диссонанс случился. Это паузу взяли представители Beyond Gaming. Говорят, мы взяли Леона, а у нас ММФ отбирают. Что это такое? Это не по правилам. Дайте нам взять ММФ-ку. Но ММФ-ки уже точно не будет. Будет ли это какая-то Леона из Реали? Правда, зачем тогда забирать Леону? Настолько быстро. Если что, Леона и Офелия тоже могут сработать. Другой вопрос, что Леона именно защищает Офелия хуже, чем какой-нибудь условный трэш. В прошлом и трэшу я могу сказать, что трэш защищал не то, чтобы и хорошо этого Офелия. Это базовая ошибка использования трэша. До шестого уровня Леоны трэш должен находиться рядом со своим АДК. Ага, вот так вот мы поступаем. Возвращаемся в стандартный драфт, который есть на турнирном клиенте. И у нас не талон, у нас Виего будет в лесу. Ага. А я, кстати, когда пикнули талона на экранах за спинами игроков, я увидел Виего, еще подумал, о чем он там делает. А в итоге да, мы вернулись в старую графику. И у нас здесь Виего, Леона и Кенон. А слева МФка плюс как раз-таки Амуму. У нас на Амуму единственный, кстати, до вчерашнего дня, так сказать, победа была именно от Виста и именно от Ханва Лайф. И у нас Сайлас и Твистед Фейд блокируются против Чови, чтобы Чови не напрягал, во-первых, воровством ультимейтов, а во-вторых, на судьбе не летал по сайдам и не мешал долго эту игру выигрывать. Банят, изляли, и Кайсу заставляют, заставляют сейчас. Это инсталлок? Да! Это инсталлок Войны, дамы и господа. Вот эти, заставляли взять Офелия сейчас, команда Ханва Лайф. А они такие, нет, у нас Война. Опа. Я Дрейвина ждал, если честно, но Войне я тоже рад. Хотя, вот знаешь, как-то Войн хочется пикнуть, когда ты уже увидел там почти весь драфт команды противника, и ты прям видишь большое количество жира перед собой, ты видишь вот этих вот танков или брузеров с большим количеством ХП, а здесь просто Чови говорит, окей, я возвращаюсь к своей стратегии из групповой стадии, я возьму контрольную мага с гигантским рейнджом и как бы удачей Войне пострелять. Ну и пока может появиться Орн, но все-таки не Орн. Пока Джейса свапается, есть 10 секунд на то, чтобы покумекать. Браума нет, ульта будет проходить легко, сбивать есть чем и без Орна. Опа! Опаньки, у нас появляется мистер Клетт. Клетт вопрос для кого. Давай мы еще немножечко отдельное внимание уделим Джарвана на верхней линии, да? Все-таки тоже не такой частый пик. Здесь именно Морган его для себя предпочитает. Весьчачий на Джарване вчера играл. Не самый яркий перформанс был от него. Посмотрим, насколько у Моргана получится, так сказать, исправить статистику. Но окей, то есть у нас будет в итоге Джарван Азир на соло-линии Ханва Лайф. Такой очень мощный тимфайт сетап. Получается огромнейший потенциал энгейджера с Джарваном и Амуму. И два классных тимфайт гиперкерри. Точнее, ладно, один гиперкерри и один просто тимфайт керри. Все-таки МФ-ка не обязательно через гиперкерри собирается. Гиперкерри это все-таки больше про криты и скорость атаки. И чаще всего на этом чемпионате мы видим Мисс Фортуна через смертоносность. Но с другой стороны у нас Вейн в руках у Дога. Посмотрим, насколько он готов бороться с тьмой. И тут, кстати, еще в клетку немного зажали Ханва своих оппонентов. Потому что вот есть Кенан Клетт. И Клетт как бы разваливает Джарвана вообще без шансов. Но он также разваливает без шансов и Азира. Но проблема в том, что Кенан отправлять некуда. Кенана и Азир будет бить, и Джарван будет бить. Вопрос только, куда поставят Лианга на его клете. Кого хочется выключить больше. Если Чови, то Чови, ты понимаешь, что очень опасно. Если что-то не пойдет не так, то Чови все равно на тебя развалит. А вот по Моргану можно и ударить. И они видели, как это уже работало. Но, дамы и господа, команда Ханва Лайф и Спорс и Бион Гейминг. Вторая карта в этой БО-5 серии. Счет 1-1-0. У команды из ЛСК. Let's go! Ребаймс! А, и кстати, первый Виего у нас появляется на этом чемпионате мира. После того, как его занерфили. Я уже как-то забыл вообще про то, что у нас Виего существует в Лиге Легенд. Их, на самом деле, я много пытался забыть про существование этого героя. Ну ладно. Виего в руках у Хуша. В принципе, Виего все еще играбельным. Я бы не сказал, что это топ-тировый лесник в нынешних реалиях. Кстати говоря, Морган у нас будет играть с Пушинкой. Для того, чтобы Кенена паукать постоянно и флагом, и своим копьем. Это прямо будет очень-очень неприятный матчап. А Лианку все-таки на Кледе поставили именно на центральную линию. Значит, по стратегиям Дуэн Би играют. Дуэн Би у нас большой любитель подобных персонажей. Он, по-моему, один из первых популяризировал вот этого Кледа на мид. Пантеона на мид. Просто для того, чтобы иметь возможность смещаться. Все-таки, я бы не назвал прямо ульту в Кледа глобальной, но ульта позволяет ему очень легко смещаться. Ну и знаешь, Файк, популяризировал тоже сложно сказать, потому что кроме Дуэн Би практически никто в мире на Кледе и не играет. Не, ну, понимаешь, он все равно начал у нас там в соло-купе являться. И как бы нет-нет, но пикали его отдельные игроки. А так до этого вообще его на карте не было. То есть он его прямо вот нанес на карту и пометишь. Кледа можно на мид двигать. Ой, Дуэн Би, это сильно лов-1 просидает. Издурение по нему пошло. С флэша играет Виста. И Дуэн Би, кстати, хорошее решение принимает. И они Висту, то есть если сейчас убьют, это ФБ, Файк. Это ФБ для Дуэн Би на войне. И вот так вот Виста агрессивно слишком сыграла. И с Дефта еще скачок убивают. Вроде бы как Дуэн Би подставился и пол-хп потерял. Но Кина прекрасно, кстати, бодиблокал и не давал бинтом Висте попасть по Дуэн Би. Пришлось играть с флэша, а Дефта заполовить это уже и не смог. И в итоге же с разворота первую кровь забирает еще и из МФ, из Дефта выбивает скачок. И легчайшая победа уже на лов-1 этой даблы из Би. Вот так вот решили поагрессивничать, ребята из Ханва Лайв, за что были наказаны. Первая кровь для Вэй, приятный бонус. Давайте посмотрим на повтор здесь. Показалось, что Дога катнулся на свою смерть и Виста даже скачка остался до авто, что Кина как раз пытался заблокировать Бин. Да, ты видел, он прямо перед Дога стоял. И вот на второй раз у него получилось это сделать. И Дога в итоге первая кровь для себя забирает. Дефт тоже без скачка остался. Ну что ж, как бы теперь все в руках у Хуши. Ботплейн выиграл сам по себе, скачков нет. Хуша знаешь где, мы тебя ждем. Хуша идет в мид, факте временем. Ну ладно, Хуша клирил в топсайд, поэтому как бы он должен на верхнюю краба выходить. Это знаешь, как бы какие бы у тебя планы не были, да? В начале нужно все равно лесные кемпы, так сказать, позабирать. И в начале, и все-таки Хуша у нас будет выходить именно в верхнюю часть карты. Хотя... Алисин на боте. Хотя вот уже, уже сейчас вопрос. А почему бы не построить свой ранний маршрут так, чтобы первый клир был в бот? А непонятно. Хотели резетнуть. Нижняя линия Бионгейминг на бот, но здесь стакается большая пачка. И не захотели терять крипов, а Виллер находится неподалеку. Есть два телепорта, нужно нажимать на любые из этих телепортов прямо сейчас на бот. Нужно их нажимать, никто ТП не жмет. Дога с флэша возвращается к вышке. Но дайп еще не закончился. Все еще можно дальше работать. Киня прикрывает Дога, но Доган сейчас отправляется просто на фонтан. Отвратительный телепорт, очень поздний. Я бливнул прямо сейчас на месте Дога. Просто АльтФ4 прямо сейчас бы нажал, встал бы со сцены и ушел. И сказал бы, мне все равно на призовые. Я домой, дайте мне мой билет на самолет и вызовите у меня такси. Ладно, если, знаешь, вот если у Кледа там, скорее всего, возможности жать ТП не было, в силу того, что запушен именно он, то Пикей, мне кажется, мог телепортироваться. Нужно понимать, да, что все-таки телепортироваться, это не просто, да, нажать телепорт. Нужно еще и в позиции быть нормальной для этого. Но то, что так долго телепорта не было, это меня прямо удивляет. И Пикей сейчас погибнет. Это Джарвана, здесь уже, мне кажется, нет шансов просто дотыкать должен Морган. Ну, это 2-0, в принципе, уже гейм, как бы, происходит у нас на карте. Вроде бы, как все прекрасно было на левел 1, а здесь уже становится все очень плохо. Непонятно, чего, знаешь, чего ждал Пикей? Стоит лоу хп против Джарвана, которого еще и сам запушивает, который ему точно аккомпанент, как только будет возможность. Поддержки нет, байта никакого нет. Просто получил комбо, просто крякнул, не нажал флеш, как бы, и все, до свидания. Ну, там флеш, понимаешь, флеш бы его не спасал. Джарван бы тоже флешнулся и добил бы его. В такой ситуации уже нужно принимать свою смерть. Другой вопрос, что, как бы, этой ситуации можно было легко избежать. Мы видим, что у нас снова Пикей будет в сторону Джарвана пушить. А Джарван, кстати говоря, у нас вообще начинал с кольца, Дорана для того, чтобы еще больше поукать своим флагом этого бедного Кинена. Ну, а сейчас уже, конечно же, железный кнут и так далее. Дальше будет классический брузер Джарван, потрошитель, сирак и все другие брудерские предметы. Но опять, вот опять у меня вопрос к Лесняку. Почему Хуша не играет с пот? Вот он выходит сейчас, уже поздно. Виллер неподалеку находится на Големах. Пытается Дога запушить, они этого сделать пока не могут, очень опасненько. Неприятный пол, конечно, прилетает. Позвольтый все равно впереди Дога сейчас, на нижней линии. Но сложновато эту пачку до вышки дотолкать. Пока отступает на речку. Прочистить вижн. Покушать. И давай плоды есть неподалеку. Но Виллер уходит в топ-сайд, пингует на топ, убивать Кенона. У Джарвана есть катаклизм, есть ульта. Кена двигается в центр. Но здесь стоит прекрасный тотем, вот в Чове, поэтому он все это видит. Лянг пока, я так... Так, катаклизм пошел, есть флэш. Пикей нажимает свой скачок, выживает. И ульта потрачена, флэш потрачен. И Телефорта нет. Так что крипов придется потерять. Пока шел неплохо, там всего-то минус 6, но сейчас всю пачку потерять. И на нижней линию хуже заходит. Но здесь уже есть скачки, насколько я понимаю. Ну и в итоге позицию очень. Убегают деф-цвисты, не получается их здесь заганкать. Ну там, по-моему, у деф-то еще пара секунд скачка не было, но все равно поздно. Ну поздно, но это уже седьмая минута. Можно было на бот-лейн уже два раза зайти. Но почему вот нельзя было зайти по тому таймингу, как Виллер зашел? Почему на первом клире он в топ-сайде? У тебя же долго, самый сильный игрок. У тебя замена играет на другой части карты. Ну где ты бегаешь? Отличный кик идет от Виллера. Варджам флэш. И здесь, кстати, в бой идет от Лианга. Причем он продолжил свой путь за Чови. Но Чови ультой прекрасно выкидывает. Играют с флэша. Но здесь сложновато будет Чови убить, потому что Виллер неподалеку. Хотя с флэша красиво. Я так понимаю, Лианг нажал шишку и выкинул здесь Чови от своей команды к големам. И в итоге все-таки здесь килл делают. Четенько. Два флэша потратили, выбили Чови, убили его. По дефту агрессивно играет. Отчищение выбивает. И изнурение, кстати, потратил виста. На Дога. И счет пока 2-3. Счет пока 2-3. По золоту мы тысячу золота первую заработали. Себя камнилайф. Здесь засада. Засада по башке. Засада не совсем рабочая, потому что слоу-пуш-то в сторону дефта. То есть ему не нужно дальше выходить. А я посмотрю на повтор, как здесь Чови все-таки забрали. Несмотря на то, что это Азир. Со скачком и с ультимейтом. Напомню, что ульта Кледо игнорирует стенки, когда он как бы уже цель выбрал. То есть он полетит за вами даже после скачка. И здесь действительно Лианг очень здорово сыграл. Они сумели таким образом разорвать дистанцию с двумя другими представителями Ханва Лайф. И, соответственно, Лиего с разбитого сердца продолжил преследование. Килл хороший по Чови, не буду спорить. Но все-таки уже по эрли-гейму Биоангеймит мне хочется сказать, что вы не в ту сторону воюете, друзья. Тем более, что, знаешь... Вот какой-то, знаешь, вот геймплан, типа, поиграть немного в топ-сайде для того, чтобы была возможность забрать Герольда. Так нет. Чтобы потом его поставить для Дога. Ну, в смысле? Ну, дружище. Ну, давай поиграем в бот-сайде и ротируем бот-лейн, который впереди, для того, чтобы забрать Герой. Ульта пошла. Вот Кенона застанил Моргана. Стан проходит. А, кстати, Морган-то сейчас уедет. Кабы у него нет. И в итоге, да, это килл. Это еще и стрик. 450 рублей хуша получает на Виего. Виего 2-0. И что-то нерв на 25 рейнжей с его автоатаки особо не работает. И можно сейчас денег с топа очень много снять. Потому что вторую полосину они пробивают. 20 секунд до Моргана. У него нету ТП. И вообще, это первый круг вышки. Может быть, прямо вот right now. Герой призывается и кинелится вышкой. Это первый круг. Это первый круг. Виллер только сейчас сюда идет. У Чови, конечно, есть ТП. Но Чови-то телепорт нажимать свой не хочет. В итоге, первый круг вышки забирает с команды Beyond Gaming. Причем для пике и... Опа! Звуковая волна прекрасная от Виллера. Их ушек все-таки вышку добивает. У него есть разбитое сердце. И дуэлиться сейчас с этим... С этим Виего лучше не стоит. Первую кровь забрали Beyond Gaming. И по золоту на 100 рублей успели вырваться вперед. Но все сравнялось через секунду. Так, ну окей. Первая вышка, это, конечно, круто. Золото для Виего, это круто. Золото для 0.3 Кенена, наверное, менее. Круто. Тем более, что... Посмотри опять на фарм. Да. Минус 12 у Кенена и минус 50... Минус 60 у Кледа. А там же было все ровно. Какое-то время было все ровно. 9 минут назад. Да. Когда счет по крипам был 9-10. Да, 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 да. Ну или, соответственно, когда счет по крипам был 0-0. Еще до того, как мы виноваты пошли. Не, ну просто обычно Клед получает левел 3. И прыгает вперед. В Азира. Если он попадает Ешкой, прицепляется к герою и попадает к Капкану. Герой отправляется на фантаз. Флэша, Виста! Какой прекрасный от него ультимейт. И в итоге Дога приходится и скачок и селить свой нажимать. И вот Кина уже не выйдет. Два телепорта сюда идут. Кто у нас прилетел? Клед прилетел. Причем Скарл-то на одну автоатаку хп имел. В итоге падает он со своего Скарла. И отправляется еще и на фонтан. Интересный был от него, конечно, телепорт. Стоять минус 200 крипов на миде, чтобы потом нажать телепорт на одном хп. И еще один килл подарить вражеской команде. Мне кажется, это того не стоит. И в итоге Вышка на боте потихонечку падает. Хотя только Колчан появляется у Дога. Только он такой, эй, ребята, не успеваю так много фармить. Фармить-то он неплохо, понимаешь? Фармить-то он неплохо. На войне 90 миньонов за первые 11 минут. Хороший результат. Только вот вся другая часть команды, понимаешь, при этом страдает. Ну, что ж, если уж, как говорится, Дога не может... Хуже поможет. Хуже-то сильно впереди. Хотел я сказать. А потом я посмотрел на Лисина и увидел, что у Виллера 3-0-2. Стрик в 300 золотых. И я так понимаю, что потрошитель у него уже есть. А Дога здесь доказан. Играет без очищения на войне. Вот тебе просто флэш-ультимейт от Амуму. То, чего нам не хватало. Если честно. Мы столько жаловались, что Амуму нормально не ультит. Вот здесь вот Виста показал, как можно ультить. Ну и прилет от Лианга на 3-е ХП, когда Скарл упадет буквально от одного взгляда. Чове, это, конечно, такое себе решение. Ну и какая-то попытка, кстати, за первые 12 минут на Депто напасть. Очищение из него убивает. Разбитым сердцем здесь замедляет пуша Депто. Переотфлэшивается. Пытается Депто добить, но Депто на одном ХП выживает. Там Висту. Дога все это время пытается убивать. И получит ли убийство только сейчас. Забирают. Дога жип. Дога жип. Убивает. Сина стрик снимает. Дога для себя. Депто на том ХП вообще ничем в команде не может здесь помочь. Морган приходится скачок свой нажимать. Ай, он развернулся. А Дога добить все равно не смог. Чове здесь пришел на своих... На своем ассире. И солдатами. Выпускать не хочет ни Дога, ни Пикей. А еще и пластину Дога зафармил. С Пикеем поделился. Но здесь Шуримский дрифт. Чове. Килл зарабатывает. Демеджа пока у Дога не хватает. И время умирать от Депто. Еще один килл децидрует. 11.5. Вылазка была неплохая. Но вот такую бы вылазку пораньше бы. Чуть-чуть. По крайней мере, чтобы просто Дога не динаили по крипам. Такую бы вылазку минут на 10 пораньше. Ты знаешь, я-то говорю, что нужно приходить на бот. Нужно приходить на бот. Даже не обязательно ганкать на самом деле этот лайн. Хотя, когда скачки выбили на левел 1, нужно заганкать. Нет скачков. Нужно заганкать. Ну, хотя бы защитить от дайвов. Хотя бы защитить от этого зонинга, от миньонов. Ну, по крайней мере, Дога сейчас действительно большой шатдаун с Лисина снял. Все-таки Лисин был очень-очень фиженый. Здесь 600 золота получил для себя Дога. Соответственно, уже арбалет бессмертия купил. Первый пауэрспай для войны есть. Но выглядит все максимально печально, на самом деле. Потому что, опять-таки, колоссальная рань из помененного. Давайте посмотрим на этот дайв. Здесь по дефту играет ощущение. Скачок нажимает от ультимейта Леона. Пытается хуже доиграть. По дефту не выходит у него это сделать. Лисина вовремя кик свой сдает. В итоге дефт собирает это убийство. Здесь очень вовремя прилетел Пикей. И, кстати говоря, хороший ультимейт. Нажал справедливости ради. Чуть-чуть Дога урона не хватило. Потому что здесь вот Моргана, смотри, вот этот последний автоатак. Ну, вот буквально еще одну тичку. Да вообще можно было честить насмерть под вышку, мне кажется. Еще вот тычку, добить Моргана, самому умереть. Потому что, ну, вы знали, что Азир где-то в спине. И то, что вы выйдете, ну, такой себе, кажется. Такой себе план. Показывают нам, как тут Дога наконец-то с рейдбоссом справляются. Дога погибает. Такой мини-элитан получается у нас в этом скинчике. И, вы смотри, у нас мистер Дефт пытается, так сказать, перескейлить войну. Кстати, здесь приночная пасть идет. Вот хи-хи. Вот хуша. Да. Ну, Чови спокойно выходит. Кик. Кик Дэбл. Небольшой кик Дэбл произошел. Да, ну Чови на Азире играет максимально сейфовый герой. Да, знаешь, Чови любит фармить. Азир любит фармить. Они как будто созданы друг для друга. 150 миньонов уже. У этого Азирчика имеется. Первый пауэрспайк есть. Он при этом себе Лиан прикупил. Хотя, казалось бы, не... Ну, хотя ладно, там два брузера имеются. Какое-то количество ХБ есть. Что это? Лыша просто в Танчилы въезжает. Леон и Куша застанет. Залетает сюда на... Повел в бой Лианга. А тут нужно выводить из боя уже свою команду. В итоге погибает еще следом. И Дога на ультимейте уже отступает. Вообще, вот этот свап Лианга на мид. Выглядит как такой себе. Таким себе приколом. В таком же темпе может и Пикей, мне кажется, потерпеть от Чови. Не обязательно Лиангу жертвовать собой. Можно и только постоять. Ну и в итоге сейчас Куша попытался что-то зайти вперед. И отъезжать следом. Дога... Дога, мне кажется... Не понимает, что происходит. Происходит прикол за приколом. А там, кстати, Джарван уже Т2 убивает. Да он на фрифарме стоит. BYG же четырех человек сместили на... Вот это. Язык не поворачивается назвать это дайвом. Просто к вышке подошли два человека. Амумуму и культанул, и мягко накрыло, и все. И до свидания. И после этого уже там и Клет погиб. И, собственно говоря... Так сказать, Виего, который пытался свою Вейн под башней защитить, тоже за это погиб. Ну, не даром у него ультимейт называется Разбитое Сердце. Снова разбивает сердце бедному Виего. Знаешь, вот я смотрел недавно одно видео. Его Riot Games выпустили. Такой, знаешь, анонс Preseason. Где первое, что они сказали... Первое, прям, сразу. Мы знаем, говорят, что... Вам кажется, что наши герои выходят несбалансированными. И у них перегружены их способности. Вот именно количество механик. Но мы так не думаем. Я вот эту фразу услышал, видео сразу же выключил. Виего получил у нас уже какой-то там десятый нерф по счету. И, соответственно, сердце ему разбивают раз за разом. Но он все еще играет. А так, да, не перегруженный скиллсет ни разу. Так, оп. Башенка для войны. Жалко, что при этом уже четыре башни упало у команды BYG. И отставание уже шесть тысяч за первые семнадцать минут. Но Вейн скейтется. Вейн предметы потихонечку получает. Скоро будет клинок ярости Гинсу. С ним можно уже и пострелять, так сказать. Но просто только по кому. Опа! Засада! Идет почем играть. Так, 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 так. Так, скачок есть, ультимейн есть. Да, хорошее. Все, камдем это кин. Это сюда бабульке. Там 300 рублей было стрик. И все для войны. И все для войны. В это время Ханва забирает дракона. Второго для себя. Учевый пинг высокий. Не успел среагировать скачком на ультимейт Леона. Ты знаешь, я так скептически на этот ганг смотрел. Потому что там скачок, ульта, шуримский дрифт. Так, а здесь Пикей ультует Моргана. Пробивает почти половину хп. В бой идет, но немножко, так сказать, Морган засайстепил все это. А здесь Вильяр в засаде. Кенона кикает. Ооо, кикнул Кенона. Туда, куда Лианг флешнулся. И Лианг еще после скачка своего подкинулся. Это вообще легчайшая табла. Но Вильяр здесь, конечно, веселится. Вообще без боя, по сути, карта отдается. Что хочет на карте, делает на своем элисине. В этом времени, кстати, ты смотришь, а у как раз-таки Виего все в порядке. У него есть сокрушители богов, у него есть испытания стерок, у войны тоже два предмета есть. Вот Интович топ-мид, конечно, вообще не прекращается. 0-4-1-5. Как по минус 100 крипов у Кледа, Контр-Пик, Азира язык не повернется, тебе больше это сказать. В ближайшие пару лет. В итоге призывается у нас герой на центральной линии, пробивают Т3 и забирают Т3. Биллер выпрыгивает варджапом назад после агрессии. Ультап Кенона, Кенона шотают. И потихонечку туда летит Ингип. Ульта пошла, время убирать от Дефта. Пробивает немножко хушу. Ну и на этом все. Ингип на миде падает. Вот тебе и ранние Ингипы на центральной линии не нужны. Ханва Лайф из ЛСК. Четвертый сит считает, что если можно взять, то надо взять. Я думаю, что в такой игре можно и взять. Потому что вряд ли она долго продлится. Вообще, это невыгодная вестиция, если вы не заканчиваете игру в ближайшие, ну скажем, 6-7 минут. Опа, закрывает здесь Азира. Че, я об этом не знаю. Но это Ильян закрывает без ульты. И телепорт ответный идет от Моргана. Можно по телепорту сыграть. А здесь-то Пикей. И залетает в Чоби, но ультануть Пикей не успел. Или у него нет ульты. А там, кстати, Дога. Дога бьет очень сильно. Он пытается замансить, но у него несколько очков замансить он не смог. А там Чоби. Чоби убили. Чоби взяли. А Вьега-то в это время начинает получать резетку. Ну, Билли, Дэфта уже еще одна размитое сердце. И пока Куша живет, но все-таки звонковая волна долетает до него. И отправляется Куша на фонтанчик. Ну, вообще, достаточно близко. Достаточно близко. Потому что размена у нас получается 3 в 2. При том, что войну убили первую. А вот сейчас 5. Вообще 5. Вообще 5 в 2, на самом деле. По-моему, это гейм, нет? Ну, нет, 2 секунды. Окей, окей, да, действительно. Дэст таймеры еще не такие большие. Да, время смерти, так сказать. С учетом того, что у нас только 20-ая минута. Пайк Боттерк у Вьега. Мы последний раз видели Боттерк никогда на Вьегу, на самом деле. Ну, если брать этот год. Ну, потому что Вьега вышел, когда Боттерк как раз понерпили. Ты помнишь, у нас прошлый год прошел прямо под знамением. Боттерк плюс Дэз Дэнс. Да, два самых сильных предмета. В этом году... Боттер-секинера вот эта на сет. Да, 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 да. На сет, на ренектона, да. Но это как бы... Надо помнить, что это время до мифических предметов. То есть до реворка вообще системы предметов в Лиге Легенд. Но, как бы, с тех пор Боттерк изменился, что вообще, знаешь, немножечко даже нелогично, что Вьега, у которого пассивка, называется Боттерк... Не, Кухан, Кухан, Кухан. А, прошу прощения, да, Кухан. Атака как раз. Да, 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 да. При этом, ну, на этом Кухане и есть пассивка, да, с этим дополнительным уроном. Короче, сам Вьега Боттерк собирать не люблю. А Барона, 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 Команда Ханва Лайв для себя забирает. Здесь башка, время выигрывает, Барона собрали. Команда Ханва Лайв. Моргана здесь можно потулеить. Ультимейт, что, весь закрывающий, неплохой Дога. Пока ждет, Дога пока ждет, когда ему в драку зайти. А Куха там стрял. Куха надо выпрыгивать с ульты. На нем Кушка. Виллер висит, будут лечить. Оооо, пизда за визда, с флэша сыграть. То есть здесь прекрасный ультимейт. От Моргана с флэша закрывает он Кеннона, который находился без скачка. Пришлось какой-то декансивный ультимейт сдавать. Ну и в итоге все. Команда Ханва Лайв с Бароном идут вперед. Дога во фланге. Дога во фланге. Виллер варджампает, кикает. Пушкой попадает. Дога флэш. Каландем, какой красивый делает. А вот только по этого Виллера убить-то и не получится. Хотя он хочет дать шанс. Но тут без шанса. Как бы его просто взрывают. И в итоге 4-3-2. Дога эту игру заканчивает. В принципе претензии к нему в этой каточке не особо-то и есть. А вот 2-8-0-6, так сказать, топ-мид старается пока на команду Ханва Лайв. Знаешь, без остановки. Причем без передышки. Дайте отдохнуть. Хватит tryhard, друзья. Хватит tryhard. Я не знаю. С такой игрой на самом деле, знаешь, Орн выглядит как супер-гучий вариант. Или какой-то мальфит. Чтобы было не минус 60, а минус 100. Просто мальфит от Джарвана умереть практически не может. Даже на левел 3, понимаешь? Ты как бы просто стоишь, ждешь камбу, нажимаешь ЕК и убегаешь. И все. На Орне то же самое. Ну то есть надо, чтобы увидеть Джарвана, ну камон. Возьмите любого... Маукая, возьмите Маукая. Маукая на бой, ты все, и Джарвана ничего не сделает. У меня есть идеальный драфт. Ты готов? Нужно лугу взять на топ. Я думал об этом. И взять какого-то Танчилу типа Орна на мид и просто уже все вложить в Дога и на что-то хорошее надеяться. На самом деле, хуже в этой игре на Вьего было неплохо. Даже вот на секунду показалось, что есть вот этот файл, где Вьего получает свои ресеты. Даже занерфленный Вьего все еще очень страшные, потому что в тимфайтах он примерно как Казикс работает. То есть с каждым убийством он себе там и хп восстанавливает, и получает возможность переродиться, собственно, еще раз ультимейт свой кастануть. Но опять это был файт, в котором как бы сама по себе вот эта задумка файта работала не от войны. Там телепорт шел в спину, и три человека могли развернуться на Джарвана и вместе с войной сыграть. Так, ладно, это мы еще как бы увидим, я надеюсь, правда не уверен. Показывает нам пока что вот эти старты и повторы. Здесь вот этот первый момент был неплохой, куда Пикей прилетел с ультимейтом. Пикей сильно проиграл свою верхнюю линию, да, там вот Джарван убил, потом еще Виллер пришел вместе с Джарваном, его убил. Вообще Виллер развлекался на лесенчике в этой игре. 12-2 он закончил эту катку, 12-1 вполне мог быть, но решил все-таки лишний киллдогу подарить. И, кстати говоря, к вопросу об ингибиторе, да, карта у нас закончилась за 22 минуты. Если карта заканчится на 22-й, то скрыть ингибитор на 19-й вполне себе выгодное решение. Проблемы начинаются, если вы за 5-6 минут после падения вгиба не можете закончить эту игру, потому что противник больше фармит. А так, ну, пытались играть через бот-лейн просто как-то поздновато, да, то есть хотелось бы пораньше. С учетом того, что Бионды, да, то есть Дога и Кина первый килл забрали вообще в 2 на 2 на первом левеле и скачки выбили. Да, обычно, когда... Вот, 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 вот этот файт, посмотри, войну оставили одну, ее просто убили, да, там Лианг вместе с Пикеем убивает Азира, но можно чуть больше внимания в войне, пожалуйста, сыграйте вы с войной, она же одна может всех убить. Это правда, тем более, знаешь, тут... Да ладно, что говорить, дорогие друзья, это сложно, потому что у Вьего все было биг, у нее было 2 предмета, у войны все было биг, у нее тоже было 2 предмета, несмотря на то, как много давления было оказано на эту самую войну, и динаили ей, там, от пачки после того, как они убили, и на нижней линии, когда они дайвили ее, там, бахнули, и вышки, первая кровь никакая ей не доставалась, а доставалась именно Кенену. Ну и в итоге, дорогие друзья, пока команда Ханва Лайф и Спорт, не то, что, знаешь, абсолютно ожидаемо ведет за счетом 2-0, и, скорее всего, третья каточка, тоже им в копилок отправится, и уже будем ждать основную стадию, групповую, где будем набирать за команды Ханва Лайф и Спорт, но для этого нам нужно посмотреть на третью карту этого противостояния, а это будет после перерыва. Субтитры сделал DimaTorzok